Объединенные Арабские Эмираты Ваш приезд в Абудаби для нас большая честь. Мы всегда рады видеть вас. Ваш опыт богатый и колоссальный. При встрече с вами мы учимся и получаем знания. Богатейшее государство Ближнего Востока с быстро растущей экономикой отмечает 50-летие со дня образования. С Казахстаном у Эмирата весьма активные связи. Это стало возможным благодаря частым встречам и плодотворным переговорам, которые возглавлял Нурсултан Азарбаев, находясь на президентском посту. Сегодня в качестве уже почетного гостя Ельбаса подчеркивает высокие результаты этой страны. Вы всегда уделяете мне особое внимание. Сегодня я возглавляю Совет Безопасности в Казахстане. В политическую партию многие международные организации выбрали меня своим почетным председателем. Я прибыл сюда в том числе и для того, чтобы поздравить народ Объединенных Арабских Эмиратов с золотым юбилеем по случаю 50-летия образования страны. Хочу подчеркнуть высокие результаты вашей страны в различных отраслях, достигнутых за столь короткий исторический период. Проводите большую работу по гуманитарной помощи в мире. Пусть и дальше процветает ваша страна. За последние 15 лет в Казахстан привлечено из ОАЭ порядка 2,5 миллиардов долларов прямых инвестиций. Товарооборот в этом году превысил 530 миллионов долларов. Казахстан, конечно, экспортирует в Эмираты в основном медь, сырая нефть, товары сельского хозяйства, мясо, мука, крупа. Из Эмиратов мы импортируем в основном электротовары, бытовую химию. Сегодня в Казахстане работают около 300 предприятий с участием эмиратского капитала. Компании этой страны участвуют в реализации 11 крупных инвестпроектов стоимостью больше 3,5 миллиардов долларов. Сегодня начинается еще одна важная глава нашего сотрудничества с Казахстаном. Мы с нетерпением ждем новых проектов. Обе страны сосредоточены на торговле, инвестициях между нашими крупными компаниями. Ожидаю в ближайшие пять лет увидеть большие результаты в экономическом сотрудничестве. Другой вопрос с точки соприкосновения по вопросам международной безопасности, региональной стабильности и устойчивого экономического развития. Дорогой мой брат, мы закрыли самый крупный ядерный полигон. Казахстан отказался от четвертого ядерного арсенала. До сих пор Казахстан считает лидером разоружения. Я учредил премию за мир и безопасность, которые вручаются каждые два года. Это у вас получил председатель МАГАТЭ Аман, председатель бюро по ядерному разоружению ООН ЗЕРБО. Следующая комиссия наша решила представить вам. Эмираты являются спонсором безопасности и в регионе, и в мире. Вы показали пример мирного использования. Здесь у двух стран полное взаимопонимание. Эльбасе вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль-Нахаяну премию за мир безъядерного оружия и глобальную безопасность. Она учреждена Нурсултаном Назарбаевым и присуждается за выдающийся вклад, в том числе за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами. Я считаю вас своим старшим братом. Отношусь как к отцу. У вас я многому научился. Для меня это и есть награда. Получить премию из ваших рук – большая честь для меня. За, казалось бы, протокольными, но даже в этом случае теплыми словами – глубокий смысл и уважение. Наследный принц Ирания неоднократно отмечал роль Казахстана в деле установления межконфессионального согласия и диалога в мире. Подчеркивая, что основатель Объединенных Арабских Эмиратов шейх Заид бен Султан Аль-Нахаян восхищался президентом Казахстана как руководителем мирового масштаба. А пример Нурсултана Назарбаева вдохновил ОАЭ объявить 2019 год годом толерантности. В этой связи даже состоялся визит в Эмираты Папы Римского Франциско. Ключевая цель заключается в том, чтобы продвигать идею по формированию мира без ядерного оружия, а также продвижение идеи нераспространения ядерного оружия, а также развития мирного атома. Сегодня соотношение международной помощи к валам национальному доходу арабских эмиратов составляет 0,9. А это очень высокий результат с учетом того, что согласно стандартам ООН данный показатель составляет лишь 0,7%. И многие развитые страны по сей день не могут достигнуть этого результата. Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение построению мира свободного от ядерного оружия, поддерживая позицию Ельбаса. Только в проект по созданию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане этой страной было инвестировано 10 миллионов долларов. Эмираты называют донором международной безопасности и миротворчества. Сам наследный принц Абудаби сыграл важную роль в урегулировании затяжного конфликта между Эфиопией и Эритреей, участвуя в процессе примирения сторон. За последние 10 лет Эмираты направили 56 миллиардов долларов в качестве гуманитарной и благотворительной помощи нуждающимся странам мира. Эта работа продолжается и сегодня.